Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги Ездры. Сегодня мы будем читать пятую главу этой книги. Здесь рассказывается о том, как иудеи готовятся к возвращению на Родину, приводится список вернувшихся в иудею из Вавилона. Это по тексту книги Наиме, 7 глава, 6 по 73 стих. И о начале восстановления храма и о том, как самаряне препятствуют иудеям строить храм. Общее впечатление от второй книги Ездры – это компелитивная книга. Она как бы составлена из фрагментов из книги Ездры и книги Наиме. В основном из книги Наиме. Есть отсылки к тексту книги Парлипоменон и царей. И мы читаем первый стих и ниже пятой главы. После всего избраны были к отправлению родоначальники по коленам их, и жены их, и сыновья их, и дочери их, и рабы их, и рабыни их, со скотом их. То есть после того, как юноша пришел и рассказал, что процесс начался, люди вдохновились и решили вернуться в землю обетованную. Почему важно жить на земле обетованной? Земля обетованная – это территория Бога. Опасно сходить с территории Бога. Вот для нас, русских православных христиан, Россия – это территория Бога. Это то, что мы имеем от Святой Руси. Некогда единой территории, которая сейчас рассыпалась на три части. Это Россия, Украина и Белоруссия. Но важно сохранять территорию Бога и не сходить с нее. Потому что многие, которые сошли с территории Бога, чтобы пожить где-нибудь в полях мавицких, они там потеряли все, как Эл-Эм-Элех потерял все и умер в полях мавицких. Эл-Эм-Элех – это муж Наимии. Об этом рассказывается в книге Руфи. И вот эти люди решили вернуться из Вавилона в Святую Землю. Многие из них за 70 лет никогда не видели Святой Земли, территорию Бога. Они родились в Вавилоне. Как и многие россияне, они не видели Российской империи. Они жили в СССР. А сейчас мы двигаемся в сторону православного Ханаана Святой Руси. Мы хотим восстановить территорию Бога, восстанавливая храмы Божии по всей территории нашей страны. И мы видим, что мида-персидский правитель Дарий, он откликается на это желание народа вернуться на территорию Бога. Без сомнения, Господь благословил этого человека за такие решения. Казалось бы, это плененные им люди, которые состоялись на этой территории, и их надо не выпускать. Но мы читаем. Дарий послал с ними тысячу конников, доколе они не ведут их в Иерусалим с миром, с музыкой, с тимпанами и трубами. И все братья их веселились, и царь дозволил им идти вместе. Время разобщения прошло, единство народа Божия возрождается. И вот имена мужей, шедших по племенам их, в коленах по старшинству их. И далее с 5 стиха по 45 перечисляются имена. И о том, как они пришли в землю обетованную. Я прочитаю с 43 по 45. Некоторые из родоначальников, когда пришли они к храму Бога в Иерусалиме, дали обещание воздвигнуть сей дом на месте его по силе своей. Вот немножко непонятно. Они пришли, значит, к храму Бога, чтобы воздвигнуть, то есть отстроить этот храм заново. А почему не сказано, что они пришли к месту, где когда-то был храм? Потому что некое духовное присутствие, оно сохраняется на том месте, где когда-то был храм. Потом он был разрушен. Мы знаем, что вот некое-то присутствие ощущал пророк Божий Даниил. Когда он молился, он открывал окна в сторону Иерусалима, собственно говоря, в сторону храма. Хотя он знал, что храм разрушен. И молился в этом направлении. И люди имели намерение и дать сокровищницу храма на построение тысячу мин золота и пять тысяч мин серебра и сто священческих одежд. И поселились священники и левиты, некоторые из народа в Иерусалиме и области его, а священопевцы и привратники и весь Израиль в селениях своих. Дальше говорится о восстановлении жертвенника в Иерусалиме и о возобновлении всесожжений Господу. Об этом мы можем с вами прочитать в книге Ездры, в первой книге Ездры. «Когда же настал седьмой месяц, и сыны Израилевы были уже каждые во владении своем, собрались все единодушно на открытое место при первых воротах на восток, и встал Иисус, сын Иоседека, и братья его, священники, и Зарбавель, сын Салафииля, и братья его, и устроили жертвенник Богу Израиля, чтобы возносить на нем всесожжения, как предписано в книге Моисея «Человека Божия». Вот здесь мы видим, что хотя храм не был еще отстроен, но жертвенник строится на открытом пространстве, чтобы сразу начать приносить жертвы. Вот все эти жертвы агнцев, тельцов, козлов, они символизируют собой молитвы. Фимиам – молитв. То есть нельзя возрождать приходы без молитвы. И хотя храм еще не отстроен для богослужебной деятельности, никто же не мешает нам молиться. Потом в нашей традиции все таинства церкви можем совершать и без храма. Первые четыре столетия христианской истории вообще никаких храмов не было у христиан. Они служили в катакомбах, по домам, чаще по домам. И такие дома назывались домашние церкви. Когда у нас в 2020 году отменили посещение храмов на Пасху, может быть, кто-то злорадствовал и думал, что сокращается религиозность в нашей стране, но эффект был обратный. Люди остались дома, и каждая квартира превратилась в такую домашнюю церковь. Вместо одного храма множество-множество других домашних церквей, где выжигали лампады, свечи, совершали молитвы и слушали, и смотрели патриаршую службу. Итак, поставили жертвенник, чтобы возносить на нем всесожжение, как предписано в книге «Моисея, Человека Божия». Это подчеркивается. Это послушание не просто Моисею как человеку, а Моисею как человеку от Бога, который получал наставление от Творца. «И собрались к ним от иных народов, бывших в той земле, и устроили жертвенник на своем месте, ибо были во вражде с ними, и одолевали их все народы, бывшие в той земле, и они возносили жертвы в свое время и всесожжение Господу, утреннее и вечернее». Как и утреннюю молитву, и вечернюю мы тоже произносим. «И совершили праздник кущей, как предписано законом, вознося каждодневные жертвы, как надлежало». Праздник кущей – это воспоминание о том, что когда евреи выходили из египетского плена, рабства, и потом 40 лет ходили по пустыне, они жили в кущах, то есть в шалашах. И потом непрестанные приношения и жертвы суббот и новомесячей и всех святых праздников. Вот праздники называются святыми. Еврейское слово «святость» означает отделенность. День считается святым, праздничным, потому что он выделен из будничного порядка дней, отделенный. Вот это надо помнить. Святой – это не значит, что он светится. Это значит, что он другой, иной, отделенный. Новомесячей и всех святых праздников и все те, которые обещали обеты Богу с новомесяча, с седьмого месяца начали приносить жертву Богу, хотя храм не был еще построен. Вот мы видим, что они уже стали функционировать, как народ Божий, стали совершать вот эти обряды, основные обряды, хотя храм еще не был построен. Храм – это помещение, в котором собирается церковь. Некоторые люди почему-то путают такие понятия, как храм и церковь. Церковь, по-гречески «экклесия», означает «собрание», это не помещение. А вот храм – это помещение. Но хотя храм не был отстроен, церковь собиралась там, то есть народ Божий, и они совершали основную службу. Далее говорится о том, как начато восстановление, собственно, самого храма. И 56 стих сообщает «И построили строители храм Господа, и стали священники в облачении с музыкальными инструментами, трубами, левиты, сыны Асафа, с кимвалами, воспевая Господу и прославляя Его по уставу Давида, царя Израильского. И возглашали в песнях, и прославляя Господа, что благость Его и слава вовек над всем Израилем. И весь народ трубил и взывал громким голосом, прославляя Господа за восстановление Дома Господня». Конечно, само это выражение «Дом Господен», оно очень условное. Сказано, что небеса небес не могут вместить Господа. Поэтому это символическое такое слово сочетание «Дом Господен». Но это важно, когда мы имеем храмы и можем в них собираться, потому что храмы и являются святыми, потому что они отделены от будничной жизни нашей. Хотя и сами будни наши мы должны наполнять духовным содержанием. Далее, 63 стиха по 70-й говорится о том, как самаряне препятствовали иудеям строить храм. Об этом более подробно говорится в первой книге Ездры. 3 с 12 по 13 стих, Ездры 1, 4 глава, с 1 по 5 стих. Но так как мы уже прошли первую книгу Ездры, мы не будем повторяться. Итак, сегодня мы сделали с вами обзор 5 главы 2 книги Ездры. Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать вместе с вами 6 главу 2 книги Ездры. Берегите себя. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о выходе новых бесед на те или иные книги Священного Писания. Берегите себя. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok